Всем привет, на связи Мабу. Мабу это платформа по разработке мобильных приложений и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, как правильно развиваться на пути андроид разработчиков, а именно поговорим о том, с какой точки правильно стартовать и по какому пути нужно идти, чтобы максимально быстро и продуктивно достичь своей цели, а именно стать андроид разработчиком. Мы рассмотрим несколько направлений, это фриланс, трудоустройство, работа напрямую с заказчиками и разработка собственных проектов, то есть собственных приложений. Каждый из этих путей имеет некоторые различия и в общем-то из-за того, что я много вопросов получаю по этой тематике, я решил записать отдельное видео на эту тему. Я не писал никакого сценария, все мысли будут формироваться на ходу, так что давайте начинать. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс вы можете проконсультироваться со мной, все ссылки есть в описании к этому видео. У меня, как вы знаете, у меня есть обучающая программа Android разработчик за 3 месяца и ко мне на обучение приходит очень много людей. И все эти люди преследуют разную цель. Конечно, большинство хотят трудоустроиться, устроиться на работу в компанию, хотят видеть разработку Android приложений как свою основную профессию. На втором месте по популярности идут люди, которые хотят работать с заказчиками напрямую. И тут они могут пойти на фриланс и могут пойти смотреть в сторону работы напрямую с заказчиками. И также есть их небольшая часть, которые идут по самому такому приятному вкусному пути, это создание своих проектов, что для меня это самое близкое для меня. И тут тоже на каждом пути встречаются свои нюансы и нужно нам про каждый путь поговорить. Но начинаем мы с трудоустройства, поехали. Если ваша цель получить профессию Android разработчика с целью трудоустройства, как же вам поступить? Вам нужно 3 составляющие. Первая составляющая, иметь все необходимые навыки, то есть знания. Вторая составляющая, вам нужно иметь то, что пока вы покажете на собеседовании, хотя бы пару проектов в портфолио. И третий вариант, это правильно составленные резюме и умение пропрезентовать себя. Итак, давайте начнем. Как же нам понять, какими навыками нам нужно обладать, ведь в разных местах просят разные скиллы. И если вы будете все прям изучать, то это растянется надолго. А скажем так, кушать вам что-то надо уже в процессе обучения. Как же нам максимально быстро это сделать? Конечно, лучший способ это прийти ко мне на курс, но как же вам поступить, если у вас нет возможности? Посмотрите, все что вам нужно сделать, это открывая открыть любой сайт из сайтов, там по поиску работы Headhunter. Например, или допустим, можете зайти в соцсеть LinkedIn. Какой-нибудь сайт с работой и вбиваете Android разработчик, Android developer. И проходите, ну вам по факту, конечно, нужно посмотреть на Junior. Попробуйте сначала вбить Junior. Junior Android developer. И смотрите, что вам нужно. Смотрите, какие навыки, какими навыками должны вы обладать, чтобы попасть на эту позицию. И смотрите все вакансии и выписываете технологии, которые встречаются, пересекаются во всех вакансиях. Да, там будет список библиотек, навыки. Все-все, да, вы высматриваете, подсматриваете и выписываете себе. И вам хотя бы нужно 30 вакансий пройтись и посмотреть. Если закончились, мало информации по Junior, смотрите просто Android developer, смотрите, чем вы должны обладать. Ведь по факту на собеседовании требуется один и тот же стек технологии, только в зависимости от вашего уровня Junior, Middle или Senior. У вас уровень погружения в каждую технологию будет различный, скажем так. То есть вы выписываете весь стек технологии, который вам нужен будет. Во многих местах вы увидите, что вам нужна Java. Ну, в таком случае, я вам не советую в Java погружаться, потому что у вас обучение на года тогда растянется. Обязательно Kotlin. И посмотрите любое из моих видео, что должен знать Android разработчик. У меня есть видео, я прикреплю даже это видео в описании. Вы там посмотрите, там весь этот, сможете даже по вакансиям не идти. Там весь стек технологии, который вам нужен, там будет. Итак, у нас есть стек технологии. Что теперь нужно сделать? Вам нужно его изучить. Изучайте этот стек технологии максимально быстро, максимально короткие сроки на реальных примерах. Вам нужна библиотека.рум, то есть для работы с локальной базой данных. Смотрите примеры, как это делать и реализуйте. Конечно, опять же, самый лучший способ, как это все изучить, это мой курс, потому что там все эти технологии рассматриваются. И так, после того, как вы все изучили, можно уже искать, начинать искать работу, присматриваться. Присматриваться не искать, потому что вам нужно хотя бы два проекта. И тут многие совершают очень такие часто встречающиеся ошибки. Начинают писать вторую соцсеть ВКонтакте, какие-то непонятные сервисы, что-то. То, что нельзя продать даже на собеседование. И это очень плохо. Реализуйте в качестве своего приложения и свою идею, которая будет близка к бизнесу. Например, у вас есть какие-то, может, знакомая пекарня, знакомый стилист-парикмахер, знакомый какой-нибудь магазинчик, еще что-то, какой-то бизнес, который находится в спальном районе, то есть находится на земле и реально функционирует. Допустим, какая-то пивоварня, что-то, что-то вот близкое-близкое к жизни. Если нет таких знакомых, никто, никому не нужно ваше приложение, тогда просто создайте свой рабочий проект. Но на собеседовании не говорите, что это рабочий проект. Например, создайте, вот самая простая вещь, создайте Android-приложение для частного мастера, стилистов по маникюру или что-то такое. Одно приложение. И второе приложение, допустим, создайте для пивоварни по продаже сортов их разливного пива или, допустим, для какого-нибудь небольшого магазина с аксессуарами. Самое главное, чтобы все технологии, которые бы у вас встречались в вакансиях, были реализованы в этих двух приложениях. Выкладывайте, делайте, выкладывайте на Play Market. Небольшие, не нужно громоздко что-то делать. Главное, чтобы были задействованы все эти технологии. Выкладывайте на Play Market и показывайте себе. Да, если хотите демонстрировать свой код, сразу на GitHub его разместите. И теперь, когда у вас есть готовое портфолио, вам можно смело идти на собеседование. Но для этого нужно сделать правильно, составить резюме. Резюме должно состоять из нескольких блоков. Начальная, ваша фамилия. Далее, ваша должность, специальность Android Developer. Справа, фотография. Дальше, стек технологий, которыми владеете. И снизу описание ваших проектов. Своё трудоустройство, опыт работы можете разбивать с такого времени. Своё трудоустройство можете разбивать, допустим, с такого-то времени по такой, работал на стартапе, таком-то. И прямо указывайте это своё мобильное приложение. Ссылку на код на GitHub, ссылку на Play Market, где размещено это мобильное приложение. Следующий, второй опыт. Делал с такого-то по такое-то время такое-то приложение. Прямо указывайте стартап, название приложения и также скидку на, ссылку на GitHub и ссылку на приложение Play Market. Всё, это ваш опыт, два рабочих приложения. На таком, с таким подходом вы даже можете себя продать как не джуниор, как мидл даже. Ну, между джуниорами и мидлом. Режимы готовы, отправляйте, отправляйте на том же HeadHunter, также можете написать сопроводительное письмо. Будет круто, если ещё сделаете видеообращение, то есть видеоролик запишите. Это вообще в разы повышает ваш облик в глазах работодателя по сравнению с другими, скажем так, конкурентами. И всё, вас зовут на собеседование, скорее всего попросят сделать тестовое задание за несколько дней. Но опять же, там уже отличных качеств. Можете в YouTube посмотреть, как презентовать себя на собеседование, различные видеоролики. И, в принципе, если вы всё это сделаете по этому пути, то 80% того, что ближайшие 5 собеседований вас возьмут на позицию джуна, а может быть и на мидла. Вот такой путь, именно если вы собираетесь идти по пути трудоустройства. Второй путь – это работа напрямую с проектами. С проектами, то есть заказная разработка. Тут два пути – фриланс и поиск заказчиков. Но они даже переплетаются, потому что многие свой бизнес по заказной разработке начинают со фриланса. Но опять же, как вам выйти на фриланс? Что вам нужно делать? Если мы прошлый раз на прошлом пути рассматривали, что нужно при трудоустройстве через вакансии, заходите на Upwork, именно на иностранную биржу, потому что на русскоязычной бирже вы не будете работать, потому что на русскоязычной бирже нельзя работать, потому что очень дешево, всё не ценится, труд и плохие заказы, их очень мало. Идёте на Upwork и смотрите, какие заказы идут, какой стек технологий требуется для разработки Android приложений и разработка каких приложений делается. Смотрите, магазины. Если не магазины, то в сфере услуг какие приложения разрабатываются. И вы также изучаете все необходимые технологии. И, кстати, когда только начали изучать спрос, ещё не начали изучать Android разработку, сразу же регистрируйтесь на этой бирже, чтобы у вас опыт уже нахождения биржи был большой. Ну вот, и ситуация так же, как с трудоустройством. Вы изучаете необходимость технологий, которые требуются, часто встречаются в заданиях. И выполняете пару проектов так же, но те проекты, которые часто встречаются на этой бирже фриланса. Это очень важно. После этого тоже всё то же самое. Публикуете свою портфолио, найдёте ссылки на GitHub, там на Play Market и уже работаете. Выходите на биржу, делаете, откликаетесь на вакансии, откликаетесь на работу, но не нужно массово делать. У вас должен быть заготовлен текст отклика, обязательно. Например, вы пишите, нужно разработать мобильное приложение для магазина под платформу Android. Вы пишите, допустим, здравствуйте, я заинтересовался вашим проектом, у меня в портфолио есть разработка мобильного приложения для магазина, знаю всю специфику, все нюансы, разработаю в срок, не буду откладывать, всегда там на связи. И, ну, в своём стиле, главное, чтобы ключевые слова, которые встречаются в задании, были у вас ключевые слова, эти встречались, ну, не ключевые слова, слова, которые встречаются в задании, должны у вас встречаться и в отклике. Конечно, сначала на вас не будут обращать внимания, но в первую неделю уже получите свой заказ и выполните его, и вот вам положительный отзыв и пошли дальше, 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 там буквально через 2 месяца у вас будет очень прокачанный аккаунт. Если вас интересует именно заказная разработка, поиск напрямую заказа, то, опять же, это и работает как? Это работает, также заберутся со фриланса и с раскрученных соцсетей. Самая лучшая соцсеть, которая будет приносить вам заказы, это YouTube канал. Создавайте YouTube канал, записывайте ролики, но уже не на тему, как обучение именно фишкам, а именно применение андроид-приложений для бизнеса. И вообще все заказы будут у вас приходить по теплым контактам, поиск, то есть по сарафанному радио, когда одни бизнесмены будут вас рекомендовать другим, и через вот раскрученные соцсети, через ваши ролики на YouTube, потому что платная реклама, она плохо работает. Запомните, платная реклама плохо работает. Человек должен посмотреть на вас, на что вы за человек, посмотреть ваши видео, те же самые на YouTube, чтобы принять решение. Это более сложный путь получения заказа, нежели чем фриланс. Ну и четвертый путь, мой самый любимый, это создание своих проектов. Тут все очень просто. У вас есть проект, который вы хотите реализовать. Вы смотрите, какие технологии нужны вам для этого. Изучайте технологии и реализуйте этот проект. Все довольно таки просто. Либо изучайте, смотрите, какие вообще технологии применяются для создания всех различных видов проекта, изучайте технологии эти все, и начинайте на первый месяц изучения писать проекты, параллельно все изучать. Да, у вас будет, сначала вы будете делать неправильно. Есть очень такая часто встречающийся подход, который говорит о том, что сначала нужно научиться делать все неправильно, а потом переучиваться на то, как делать это все правильно. Также после того, как вы создадите свой проект, вам нужно понять, как вы будете на нем зарабатывать. Тут есть два варианта. Это монетизация, показ рекламы, либо создание платных мобильных приложений. То есть, мобильное приложение, которое действует по подписке. Вот, в принципе, все эти четыре пути, по которым вы можете идти. Это трудоустройство, работа на фрилансе, заказная разработка и создание своих проектов. Как вы видите, путей очень много, вы можете их совмещать. Путей развития именно в мобильной разработке очень много, поэтому тут их неограниченное множество. Но и тут их очень много, много еще подпутей, как вариантов, как вы можете дальше развиваться. Но опять же, из-за того, что люди неправильно подходят к обучению программированию, в данном случае к обучению Android разработки, все обучение растягивается на несколько лет, а используя такой вот компактный подход, про который я рассказал вам в этом видео, у вас есть возможность вести к минимуму свое обучение и уже непосредственно сосредоточиться на практике. Потому что то, станете ли вы настоящим Android разработчиком, зависит от того, как много вы пишете кода. Пока вы не пишете код, вы не развиваетесь. Я надеюсь, было полезно, но если вы хотите быстро стать Android разработчиком и получить от меня бонусные модули по каждому из путей, потому что я работаю с ребятами, которые идут по разным путям, то вы можете записаться ко мне на курс Android разработчик за 3 месяца. В принципе, обучиться и создать свои проекты, два вот этих своих проекта вы сможете за полгода, обучиться за 3 месяца, если будете в срок все делать, но если не в срок, то чуть затянется. И создание своих проектов в 6 месяцев полностью, станете Android разработчиком уже со своими проектами, либо пойдете уже на работу, либо уже будете получать заказы на фрилансе, либо работать уже напрямую с заказчиками, либо вы начнете создавать уже свой проект. Но опять же, свой проект можете создать, начинать создавать уже со 2-3 месяца, если придете ко мне на курс. Ну а на сегодня у меня все, с вами был проект Mabu. Создавайте мобильные приложения, ведь это сейчас самое актуальное направление в IT. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok